Призванные в ходе частичной мобилизации примурцы поэтапно убывают в Ростовскую область. Военнослужащие продолжат проходить боевую подготовку уже на местных полигонах под руководством опытных инструкторов из Донецкой Луганской Народных Республик, которые знакомы с обстановкой на передовой. Бойцы получат там каски, бронежилеты и другое необходимое снаряжение. Встреча губернатора Примурья с земляками состоялась на Сергеевском полигоне. Во время общения с мобилизованными Олег Кожмяка подчеркнул, что примурцы едут защищать свою страну. Первое – это, конечно, нужно было узнать моральный дух, насколько ребята уже, прежде всего, психологически готовы к тому, чтобы отбывать непосредственно на полигоны, где будут проходить еще там на Западе двухнедельную подготовку, получать уже непосредственно спецнаряжение, получать там на месте бронежилеты, чтобы самолетами их сюда не гонять и обратно. И после проведения там подготовки непосредственно со специалистами, кто принимал участие в боевых действиях на стороне ЛНР и ДНР, с инструкторами, после этого уже непосредственно приедут в части пятой армии. Поэтому моральный дух достаточно высок, каких-то вопросов не возникало. Объяснили, как воюет наша пятая армия, 65-я бригада, 63-я. Сейчас, по словам Олега Кожмяка, изменилась тактика ведения спецопераций. Больше используется артиллерия, дроны, наносятся ракетные удары. Но без солдат все же удерживать позиции невозможно. Губернатор передал бойцам очередную партию теплых вещей – балаклав, квадрокоптеров, тепловизоров и другое дополнительное снаряжение. Мы сейчас подвезли, конечно, теплое бульнирование, подвезли различные источники, имущества. Ну и там, в период нахождения непосредственно пятой армии, мы уже будем обеспечивать вас квадрокоптерами, рациями, где-то тепловизионными приборами, всем, чтобы была возможность противостоять противнику, была возможность проводить разведку, то есть выявлять в ночное и дневное время. Это и меры безопасности, которые прежде всего… То, что вы выделяли квадрокоптер, это по-другому уже четыре квадрокоптера, вот там идет полшера, четыре квадрокоптера уже передали. Хорошо, мы просто это учебное, так называемое, чтобы вы навыки получили. А так мы, когда уже распределят вас по частям, мы будем приезжать туда и продолжать вас обеспечивать. После Олег Кожемяка побывал на учебном полигоне, где живут и проходят подготовку мобилизованные. Напомним, ранее в пятницу, 14 октября, губернатор встретился с бойцами отряда «Тигр». Глава региона передал добровольцам очередную партию квадрокоптеров и радиостанций.